Дорогие друзья, портал Экзегет опять с вами и вопрос следующий. Как не ссориться с коллегами? Дело все в том, что одним из главных грехов, которым страдают все люди, является грехи словом. Если мы посмотрим заповеди Божии, то целых две заповеди касаются грехов словом. Это заповедь непризносимая Господу Бога напрасно и заповедь не лжесвидетельствовать. Вот я остановлюсь, так как речь идет про коллег, а не про Господа Бога, на заповеди не лжесвидетельствовать. Именно по той причине, что мы открываем свой чудесный сахарный ротик и начинаем просто что-либо говорить, чаще всего это заканчивается плохо. Сначала мы просто выносим какое-то суждение, это можно назвать сплетнями. Потом мы начинаем осуждать человека, а потом недалеко и до настоящего лжесвидетельства. А разве кому-то понравится, когда про него лжесвидетельствуют? Никому это не понравится. И в итоге появляются ссоры. Вы сказали что-то про Марфа Петровну. Марфа Петровна про вас сказала Галине Алексеевне, а потом Галине Алексеевне вам пересказала. И понеслось. Тут и сплетни, и лжесвидетельства, и осуждения, и ссоры, и сфары. Хочу напомнить слова царя Соломона, который говорит, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Поэтому чем меньше вы будете разговаривать, и чем больше вы будете трудиться, ведь речь идет о коллегах по работе, а на работе нужно трудиться, тем больше у вас будет зарплата, потому что начальство будет вами довольны. И тем лучше будут отношения с коллегами, потому что они будут, конечно, на вас выливать ушатой грязи, они будут про вас там что-то говорить, но вы просто будете работать, молиться за них, и будете счастливы. Ну и последнее. Господь говорит, что от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Если бы мы говорили про людей что-то доброе, и это свидетельствовало бы о том, что мы добрые, то это ладно, но мы же сами говорим злое. И тем самым, как Господь говорит, от слов своих осудишься, свидетельствуем, что внутри мы злы. Поэтому следите за теми словами, которые вы произносите. Если они добрые, ласковые, нежные, значит, у вас все хорошо. И значит, вас несправедливо гонят. Но если все-таки из ваших сахарных уст выходят слова неприятные, злые, то, значит, проблема все-таки вас, и нечего на коллег смотреть. Помоги вам, Господь. Продолжение следует... Продолжение следует...